Я Сафар Факмал Аскарович, я работаю в ядерно-физической лаборатории САМГУ, а также являюсь ассистентом кафедры ядерной физики и астрономии при Самаркадском госуниверситете. Первое место, о котором я хочу сказать, это физико-математический лицей, который дал мне много знаний и опыта в математике, физике и по другим предметам. Ну, наверное, на меня сильно повлиял отец, потому что мой папа тоже является физиком. Он 43 года работает в ядерно-физической лаборатории. И когда я еще был маленьким, он меня вместе с собой брал в лабораторию, где я видел разные установки, компьютеры, которые являлись на тот момент редкостью, тем более персональные компьютеры одними из первых появились у нас в нашей лаборатории. И вот то время, которое я проводил здесь, в нашей лаборатории, наверное, и является причиной тому, что я выбрал свою специальность. В 2002 году я уехал, значит, в Штаты по программе Future Leaders Exchange Program, которая спонсировалась правительством Соединенных Штатов. Это была программа по обмену. Я жил в штате Индиана, город Индианапольс. Там был маленький городок, Лоренс называется. И я учился в Лоренс North High School. Честно говоря, я об этой программе ничего не знал. У меня был друг, который со мной вместе в лицее учился. Ну, бывают такие люди очень активные, которые осведомлены о разных процессах, которые идут в обществе. В частности, мы с ним ходили изучать английский язык. И в один прекрасный день, когда я, к сожалению, болел и лежал дома, он подбежал ко мне и говорит, что есть такая программа, которая спонсируется правительством США. И предложил мне с ним сходить, подать документы на участие в этой программе. Я, честно говоря, не хотел, потому что я даже не верил, потому что там была очень большая конкуренция. Я понимал, что у меня английский не на высоте на тот момент. Ну, в итоге я с ним вот сходил, и меня выбрали не главным финалистом, а альтернативным. И тогда сказали, что единственный вариант, когда могут одобрить мою кандидатуру, если кто-то откажется. Ну, я тем более не поверил. Почему? Потому что тысячи школьников участвовало в этой программе, а выбрали, мне кажется, на тот год по всему Узбекистану всего лишь 55 человек. Ну, что-то произошло, и в итоге мою кандидатуру вот одобрили. И я поехал учиться в Штаты. Это чувство конкуренции, оно двигает человека вперед. И это чувство, оно появилось, когда я учился в лицее, потому что там были очень такие умные ребята, и это создавало очень такую хорошую конкурентную среду. И в итоге в Штатах я решил в школе выбирать самые сложные предметы, математику и физику университетского уровня. Там это называлось Advanced Placement, AP Calculus и AP Physics. И мне сильно повезло с преподавателем, он был очень харизматичен. Я до сих пор помню его фамилию, мистер Маккинли. Он получил медаль от президента Соединенных Штатов, и он был как бы для меня примером того, что человек может быть успешным в науке. Он научил нас самостоятельности, научил нас решать задачи. Он нам давал какой-то вектор, направление, по которому мы должны двигаться. Какие-то демонстрации делал, а дальше просил нас самих выполнять эксперименты. Когда вы сами выполняете эксперименты, у вас более глубокие знания получаются в науке. Причем задачи в Америке по физике отличались от классических советских задач тем, что эти задачи касались конкретных примеров. Например, если в наших советских школах мы решаем какие-то абстрактные задачи, там задачи начинаются, например, так, что рассчитать какие-то параметры ускорителей, может быть, или же столкновения частиц в конкретных уже установках, которые существуют в мире. Вот это было интересно. Это первое. Второе, например, понять пулевую алгебру, например, то, как работают компьютеры, что такое сигналы, логические анализаторы. Вот это все мы видели на реальных примерах. И это вот сильно на меня произвело впечатление. Потому что таких возможностей у меня в школе, и тем более в лицее, который был, между прочим, очень принципиальным местом, куда не принимали по блату, принимали только по знанию. Это сильно на меня повлияло. И основная разница была в том, что, конечно, американские школы, они были оснащены и в плане оборудования, и в плане учебников просто превосходно. Мои первые впечатления от посещения урока физики в США – это очень много различных установок и оборудования. Того, чего я не видел у себя в лицее, когда я учился в Узбекистане. И самое интересное – это установки не просто для того, чтобы показать, что они есть, а это реально работающие установки, которые применялись в повседневной жизни. То есть каждый урок мы выполняли какой-то эксперимент или же проводили какие-то измерения, то, что касается именно физики. И уже тогда, я думаю, что во мне это уже сидело. Я хотел это видеть в Узбекистане, у себя на родине, у себя в университете и в школах. И самое интересное – когда мы закупили вот это все оборудование, может быть, это некая параллель, может быть, какое-то совпадение, приняли государственную программу об оснащении вузов Узбекистана. И когда я увидел список того, что они намечают покупать для университетов Узбекистана, в основном это были те же установки, которые мы закупали в рамках проектов МАГАТЭ. Это было для меня очень приятно. Да, конечно, было достаточно сложно на начальном этапе. Даже вот когда я жил в семье в Америке, есть определенные вещи, которые не учат. Ну, нету в курсах английского языка. Например, когда мы говорим «why», да, почему? Тогда в семье говорили «how come». Я, честно говоря, не мог это понять. Тем более, теперь вы можете представить, что такое технический английский язык. И английский язык в области естественных наук. Да, было сложно, но я усердно работал над этим. Тогда еще не было словарей, поэтому у меня были книжки. Это меня сильно раздражало. Но я тратил очень много времени, чтобы понять термины, терминологии вообще в самой науке, как в физике, так и в математике. Но есть одно преимущество в математике и физике. То, что я считаю так, что математика, она в любых странах, это, как ученые называют, это universal language, то есть это язык Вселенной. То есть интуитивно было уже легче понимать на определенном этапе и формулы, и теоремы, и какие-то явления, которые наблюдаются в физике. Ну, в отличие от, может быть, многих студентов, которые поехали в Америку, я попал в типичный маленький городок, место Мидуэст, так называют в Америке. Типичная американская семья, где мой хост-фатер работал практически 24 часа, я его почти не видел. Моя хост-модра, она тоже немного работала, но в основном она занималась как бы хозяйством, и у них был один сын, и его воспитанием. По части людей других, которые могли быть из других стран, это было маловероятно. Почему? Потому что я находился в слишком маленьком городке. И то я считаю, что мне повезло, что я встретил одного человека из Узбекистана, его звали Хамза. Он в итоге уехал в Штаты, он являлся членом команды Узбекистана по математике, участвовал в мировых олимпиадах. В итоге я был удивлен, что он сначала работал здесь, в Ташкенте, по специальности программиста, дальше ушел в Альфа-банк, оттуда закончил магистратуру в Бритиш-Коламбия, а дальше проходил стажировку на Фейсбук. Это первый человек. Второй человек Асан Курбанов, он сейчас занимается бизнесом в Дубае. Ну вот, это два главных человека, которые как бы из постсоветского пространства. Кроме этого, да, мне говорили, что ты здесь находишься уже 4 месяца, а у тебя нет знакомых. Ну, представьте себе 16-летнего парня, у которого нету ни транспорта, который является ключевым, очень важным фактором для создания нетворка какого-то, да, и знакомых. Как я сказал, я случайно знакомился с людьми, и последний человек, с кем я познакомился, очень интересный человек, это был мой сосед, который прямо рядом со мной жил. Прошло где-то 7 месяцев, и я просто вышел, мне было очень скучно, там была баскетбольная площадка, и я стал сам играть в баскетбол, может быть, в знак протеста тому, что общество настолько, оно странное, то, что для меня это было странно, то, что люди, как у нас, не общаются, просто не выходят. Соседей можно было крайне редко увидеть. И вот вышла девушка, которая со мной познакомилась, и через нее я познакомился со своим соседом, который был на год старше, и вот он меня возил по... Он мне показал, можно сказать, много что в Америке, обычную жизнь, где едят мороженое, куда ходят смотреть кино, в какие ресторанчики или кафешки и обычно американцы вот таких городков ездят. Ну вот, пожалуй, все. Когда я жил в Индиане, у каждого такого студента по обмену был координатор. Мне с координатором, честно говоря, не повезло, она была моя соседка, и она была вовсе не активный человек. Но я там встретил еще одного человека из Узбекистана и одного татарина, который родился в Самарканде, и мы стали дружить. И вот у этого парня, который был из Украины, скажем так, у него host mother была координатор. И я вот через него с ней познакомился, и она меня полюбила как своего родного сына. И она вот много чего в Америке мне показала. В частности, я поехал в Чикаго, первый раз увидел Чикаго, это меня очень впечатлило, то, каким может быть город, который растет вверх, это первое. Второе, у нас было турне, куда она меня позвала и нашла, значит, деньги, финансирование. И мы из Индианы на автобусах поехали во Флориду смотреть Disney World. Это, конечно, меня поразило. Я, кроме Disney, там еще увидел мыс Канавров, откуда запускают ракеты. И это все как бы в той же линии лежит науки, ракеты, двигатели, космос. Это вот то, что я увидел благодаря этой женщине. Честно говоря, на первом этапе моего пребывания мне было одиноко. Почему? Потому что у меня не было круга общения. Но на определенном этапе я понял, что для этого требуется время, тем более в моем возрасте. Мне стало гораздо лучше, когда уже у меня появились первые знакомые. Помимо контактов, я очень скучал по еде. Это естественно, потому что я самаркандский, особенно по самаркандскому плову. Скучал по родным. Потому что я никогда до этого не выезжал за рубеж. И вот вуаля, я в Америке, очень далеко. Я очень привязан к своей семье. Я очень люблю своих родителей, свою сестру. И поэтому на начальном этапе это было сложно, пока я адаптировался, пока нашел друзей, знакомых разных. Не обязательно из школы, из других каких-то организаций, может быть, через знакомых. Вот тогда стало легче. Ценности – это совсем другие ценности. Общество, оно другое, оно было непривычно для меня. Меня удивило то, что в самый последний день, когда я должен был улететь домой, в Узбекистан, мой хост-фаттер, то есть моя семья, она просто попрощалась. То есть эмоции особо таких я не наблюдал. Это было для меня, честно говоря, чуждо. В свободное время в Штатах я ходил, играл в футбол. Причем это была команда, куда набирали ребят. И вот мои хост-пэрэнтс, они меня отвезли в такой клуб, куда нужен был один человек. Но меня разочаровала одна вещь. То, что девушка играла форвардом, а мы стояли на защите. Я жил в Штатах ровно один год. Ну, чуть меньше года. Почему? Потому что мне надо было возвращаться и поступать в университет. Впечатления были такие, что дальше надо продолжать учиться, поступать в университет. Потому что, будучи в Америке, помимо моих уроков, которые мне задавали в школе, я особое внимание уделял решению задач по вестникам нашим. То есть индивидуально готовился без репетиторов, без никого по физике и математике. Я знал, что я буду поступать на физфакт. Но был определенный период, когда я работал в библиотеке с моим товарищем из Узбекистана. Он тогда уже проявлял интерес к IT, именно программированию. И он мне сказал, что будущее за этим. В итоге, я думаю, в какой-то степени он прав. Вот эти технологии, искусственный интеллект, большие данные. Это очень модно, это быстро развивается, это актуально. Но, возможно, моя любовь к физике, то, как повлиял мой отец, мой преподаватель, из американской школы. И не только. Кстати, я вот вспомнил своего преподавателя из лицея, который тоже сильно меня мотивировал заниматься наукой. Наверное, в сумме это все, конечно, выиграло. И в итоге я решил поступать на физфакт и сдал документы. И поступил. Все это оборудование очень важно для того, чтобы повысить потенциал человеческий, именно в науке, в нашей стране. Перед нами находится, например, детектор, который стоит 100 тысяч долларов. Это детектор на основе сверхчистого Германия, который дает возможность проводить измерения, определять, например, радионуклидный состав в образцах почвы, воды, растений и других образцов. Это оборудование еще позволяет аспирантам, например, выполнять свою диссертационную работу. Измерения, которые связаны с их диссертациями. И это позволяет получать какие-то новые знания именно в науке. Закончив эту школу, я вернулся и поступил в Самаркандский государственный университет. Я закончил физический факультет Самаркандского госуниверситета, бакалавриат. Далее получил степень магистра по ядерной физике. На данный момент я завершил работу над своей диссертацией, Ph.D., которая находится на рассмотрении. Остались формальные процедуры и сама процедура защиты. Когда, после того, как я вернулся в Узбекистан, еще не было соцсетей особо, по-моему, был MySpace, но это очень было слабо развито, тем более не было мессенджеров, но я все-таки пытался писать имейлы. Это продолжалось какое-то время, но получается так, что прошло уже 17 лет. До сих пор у меня есть хост-бродер на Фейсбуке, я знаю, что он женился. Я знаю, кто жил в этой семье до меня. Даже у меня есть связь с этим человеком, это немец. А с хост-пернс уже связь как бы потеряна. Но я знаю, что всегда могу до них достучаться через их сына. Почему? Потому что у меня до сих пор сохранились теплые отношения с ним. Я думаю, что эта поездка имеет фундаментально важное значение в моей жизни. Почему? Потому что, как бы получается, то, что я учил английский, мне дали возможность сразу же на практике его применить в Штатах. А глубокое знание английского языка позволило мне в моей текущей работе без препятствий общаться с коллегами из-за рубежа. И самое интересное, это не просто английский, обычный разговор на английский, это и физика, и математика, и терминология. Это очень важно для моей сферы. Сейчас я вам точно могу сказать, что, несмотря на то, что у меня область для многих, как кажется, сложная, ядерная физика, элементарные частицы, ускорители, мой английский не хромает. Однозначно я стал социально активным. Но у меня был период застоя, когда меня приглашали координаторы выпускников, группы выпускников при посольстве США на различные мероприятия в Ташкенте. Из-за того, что я живу в Самарканде, мне было иногда лень, иногда просто не хотелось, я не знаю, из-за того, что я далеко живу. Но в последние годы я активизировался и часто участвую в разных мероприятиях, которые проводятся alumni group, которые при посольстве, и в тех мероприятиях, которые организовывает American Councils, бывший Акселс. Я посещаю эти мероприятия. Я думаю, что моя поездка в Штаты сделала меня более коммуникабельным. Это однозначно. Возможно, те контакты, которые были у меня в Штатах, но мне все-таки было 16 лет, они сейчас не имеют никакого влияния, но вот сами навыки быть коммуникабельным, находить новые контакты и совместно с этими контактами реализовывать новые идеи в виде проектов, это осталось. Контакты – это очень важно. Последствием контактов можно находить новые разные идеи, совместно реализовывать их. Последствием контактов можно выходить на другие контакты интересные, где могут рождаться еще новые идеи в виде проектов. Пример того, что дала мне Америка именно в плане социальной активности, помимо работы, я стал общаться с людьми, и как это сказать, по-английски можно сказать. Как вы думаете? Короче, after-work activities. Ну, в Штатах очень много университетов, и все не так централизировано, как у нас. У нас, я считаю, что образование более централизировано, как бы есть государственные какие-то учебные программы, которым должны следовать, допустим, университеты. В Штатах каждый университет, он разный. У них есть своя программа, свое направление развития. Вот мне кажется, принципиальное отличие в этом. Для меня это вызов. Создать условия для будущего поколения, чтобы у них была возможность все классические, по крайней мере, эксперименты, которые есть в физике, проделать для того, чтобы получить более глубокие знания. Не просто прочитать книгу, а выполнить это руками. Поэтому цель моего проекта это прямые инвестиции в виде знаний, трансфера знаний, в виде приглашения экспертов, которые будут проводить национальные тренинги, а также закупки оборудования и адаптации работы этого оборудования под наш учебный процесс. Поэтому это очень важно, выполнять эти проекты. Обучаться в Штатах имеет смысл по одной простой причине. Это очень развитая страна, где есть ведущие научные центры и университеты мира. Хотите вы этого или нет, основные университеты, которые входят в топ-500 рейтингов, это американские и британские. Одним из таких университетов у меня есть партнерство сейчас. Это Массачусетский институт технологий, который последние много лет входит в топ-тройку университетов мира. Еще одна причина. Почему? Потому что приборный парк, и приборный парк именно, если мы говорим о науке, а самое главное, это потенциал в виде людей. Людей, у которых много чему можно научиться. Людей, которые на передовой. Как науки, так и технологий. Вот это самое главное, мне кажется, преимущество, почему нужно учиться в Штатах. Я понял, например, на примере преподавателей, которые были в Штатах, то, что не надо сильно углубляться в учебники и просто оттуда читать какую-то информацию, лучше рассказать, показать, дать нужные ссылки студентам, чтобы они были более самостоятельными, чтобы у них развивалась способность самим находить нужную информацию по ключевым словам или фразам. Вот это очень важно. На данный момент я занимаюсь проектами, которые спонсируются фондом технического сотрудничества МАГАТЭ. Эти проекты, они направлены на улучшение преподавания ядерной физики в Самаркандском госуниверситете. Основная наша цель это закупка оборудования, стажировки людей, которые работают у нас на кафедре и в лаборатории, а также создание новых курсов и лабораторных работ для наших студентов. В этом заключается. На первом этапе изучать интенсивный английский язык. Не просто его изучать, а всесторонне развиваться, читать художественную литературу, учить естественные науки. Почему? Потому что знать только английский язык это еще недостаточно. Нужно иметь широкий кругозор для того, чтобы на различные темы по-английски можно было общаться. Английский язык на сегодняшний день он международный. И если вы хотите быть в крупных корпорациях, в больших проектах, в интересных командах, вам надо знать английский язык. На первом этапе, я думаю, именно это требуется для того, чтобы участвовать в этих программах. Для меня успех — это каждый день работать. Работать усердно, при этом каждый день следить за тем, что полезного ты сделал именно в этот день. Записывать какие-то задачи долгосрочные и краткосрочные и их решать. ежедневно стремиться к определенным целям. Причем эти цели, они могут быть достаточно большие. И нужно их разбить на подзадачи, решение которых приведет к достижению этой цели. Я так думаю. Самое большое достижение в моей деятельности — это то, что я смог дать возможность студентам, баклаврам и магистрам получать знания на новом уровне в области ядерной физики, работать на новейшем оборудовании, проводить классические эксперименты, за которые давали Нобелевскую премию, поднимать физику на новом уровне и давать возможность тем талантливым людям, которые уже переходят на кафедру или же в нашу лабораторию, участвовать в стажировках, посещать самые ведущие центры мира. И когда я вижу, что человек, который здесь работает, он побывал в Швейцарии, например, увидел большой адронный коллайдер, просто увидел. Или же побыл где-нибудь в Англии, скажем, в Оксфорде или в Кембридже. Для меня это самое большое счастье, которое я мог испытать в своей жизни. Я думаю, что я буду заниматься над своей докторской диссертацией, попробую дать знания ученикам, выпустить кандидатов в наук, дать им направление для развития, определить темы, над которыми они будут работать.